В год восстания декабристов в Санкт-Петербурге на месте будущего Черкеска было решено построить первое здание. Исторические страницы республиканской столицы открывает Шерифат Лепшокова. 200 лет назад на месте этого сквера была пустошь. Первые поселенцы, а это были Хаперские, и кубанские казаки появились здесь после 1825 года. А за 35 лет до основания станицы в этих местах была одержана победа над армией турецкого военачальника Батал-Паши. Редкий случай, когда новый населенный пункт был назван в честь побежденного. Крайвет Андрей Печенкин не один год занимается историей родного города. Позади огромная работа по сбору материала в архивах Черкеска, Ставрополя, Астрахани. Наряду с обнаружением ранее неизвестных фактов, его память хранит и личные воспоминания. Это рассказы деда по кладе жизни казаков в станице Батал-Пашинской. По давней традиции, обживаясь на новом месте, люди в первую очередь строили храм. Казаки не стали исключением. Поэтому первым зданием будущего Черкеска стал наспех срубленный небольшой молитвенный дом, в котором жил священник Корнелий Мышляев, прибывший вместе с казаками из станицы Воровсколесской, нынешнего Ставропольского края. Там же на месте современного центрального парка в 1843 году появилась первая деревянная церковь – Покровская. После строительства в 1901 году Николаевского собора прежний храм был разобран и перенесен на другое место. Он по сей день стоит на проспекте Ленина в районе Комсомольца. А тогда со строительством первого храма появилась и ограда. На почитаемом станичниками месте были захоронены видные деятели того времени. Андрей Печенкин выяснил, их было 27 человек. Многим известно, что пристав Карачая Николай Петрусевич был похоронен в восточной части нынешнего парка. Но свой последний приют здесь нашли еще четыре генерала. Это Иван Фисенко, Константин Никитин, статский советник Григорий Громов, почетный гражданин Баталпашинской, диакон Андрей Школьников, в 1864 году ставший начальником станицы полковник Алексей Даркин. Через сто лет его имение вместе с хутором Бочаровым будет преобразовано в село Николаевское. Почему я занялся этим вопросом? Мои предки по материнской линии также проживали здесь. В то время в станице Баталпашинской они знали друг друга, тем более казачьи семьи. Они общались. И когда в 1980 году вот на этом месте, где находится вот это небольшое сооружение, это был пульт управления цветомузыкальной установки для тогда строящего фонтана, 1980 год. Были вскрыты два склепа. Я стал очевидцем, будучи подростком, десятилетним очевидцем этого факта стал. Конечно, тогда этот вопрос был закрыт. Но мой дед еще, будучи живой, конечно, он это все знал. Он мне перечислял фактически все фамилии, которые здесь были погребены в ограде собора. Рассказал краевед еще об одном из основателей города, о мировом судье Иване Кравцове, который много занимался общественной деятельностью. В 1964 году его имение Кравцовское, а также хуторы Притулинский и Уклевинский, преобразуют село Холодно-Ротниковское. Андреем Печенкиным был найден и уникальный документ. По именам список похороненных в стане Заботалбашинской на имя великого князя Николая Михайловича, дяди императора Николая II. Высокий сановник был председателем исторического общества. Документ был предоставлен ему для работы. Можно сказать, что отсюда был дан отчет строительству нашему городу. Более того, его можно назвать наш парк сердцем нашего города. То есть происходило изначально все здесь, на этом месте, в Центральном парке нашего города. Поэтому место для нас является очень памятным, очень знаковым. Это место, это непосредственно имеет прямое отношение к культурным корням казачества. И поэтому мы были бы очень благодарны со стороны администрации города, если бы место в Восточном парке города Черкесия было обозначено каким-либо памятным знаком. Шерифат Лепшокова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.